Приветствую! Посмотрев данное видео, вы узнаете о том, какие есть основания для увольнения из ЗСУ и какими документами можно подтвердить эти основания. При этом в данном видео речь пойдет исключительно о тех военнослужащих, которые были призваны на службу в связи с мобилизацией. Для тех же, кто проходит службу по контракту, будет сделано отдельное видео, поскольку основания для увольнения контрактников и для тех лиц, которые были призваны в связи с мобилизацией, отличаются. Ну и чтобы не было там большое видео, я решил их разделить. Ну а перед тем, как мы перейдем непосредственно к рассмотрению вопроса основания для увольнения из армии, я хочу обратить ваше внимание на следующее. Несколько лет назад один человек мне помог в реализации одного моего проекта. И сейчас, пользуясь возможностями Ютуба, я хочу помочь ему, такой алаверды сделать. Этот человек занимается производством кожаных изделий и делает вот такие штуки. Нашивки для военных, кошельки, обложки для документов и, конечно же, пояса для тех, кто занимается силовыми видами спорта для того, чтобы сберечь свое здоровье. Ну а свое адвокатское удостоверение я, конечно же, ношу в кожаной обложечке, выпущенной именно под этим брендом. Ну и если присмотреться, да, по помятостям, по потертостям, можно понять, что все-таки получил я эту обложечку, не за то, что сейчас рекламирую эту продукцию. Этого человека я знаю давно и вот решил выступить с такой инициативой прорекламировать его деятельность. Ссылочка на его инстаграм-канал будет в описании к этому ролику, поэтому, друзья, кого это интересует, пожалуйста, обращайтесь к Александру. И не обижайтесь на меня за вот такую рекламную вставку. Все, переходим непосредственно к теме ролика. Основания для увольнения военнослужащих с воинской службы перечислены в законе Украины о ВО и ВС, о воинской обязанности и воинской службе. И, если быть точнее, то перечислены они в статье 26, но она очень большая. Естественно, всю мы рассматривать ее не будем, поскольку там есть основания и для увольнения в мирное время, для увольнения во время мобилизации, для увольнения во время военного положения. И, соответственно, сейчас мы говорим только о основаниях для увольнения тех людей, которые были призваны во время мобилизации и именно по тем основаниям, которые работают на данный момент, на момент военного положения. Итак, поехали смотреть, что это за основания. Итак, есть четыре группы оснований. Первое основание это по возрасту, то есть если вы достигли граничного возраста пребывания на воинской службе. Как мы знаем, это 65 лет для офицеров высшего состава и 60 лет для всех остальных. По состоянию здоровья на основании выводов ВЛК. Здесь тоже мы прекрасно понимаем, да, если вы прошли ВЛК и вас признали непригодным к воинской службе с исключением с учета, то, естественно, вот это основание, оно будет работать. Далее, в связи с набранням законной силы обвинувальным выроком суду, яким призначено покарание в виде позбавления воли, обмежения воли або позбавления військового званя. Ну, здесь останавливаться мы не будем подробно, поскольку те, кто попал в эту ситуацию, так об этом знают. Их и так уволят автоматически, по сути. А вот на чем мы остановимся, на четвертом пункте. Вот здесь мы подробно рассмотрим, через какие же семейные обстоятельства, либо иные уважительные причины, можно уволиться со службы в армии. Итак, первые два обстоятельства, они связаны со здоровьем детей ваших. И первый случай это наличие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет. И здесь, соответственно, чтобы уволиться, вам нужно будет подтвердить, что у вас есть ребенок. Подтвердить вы сможете свидетельством о рождении и документом, например, медичным высновком про детину с инвалидностью до 18-й роки. То есть, подтвердить вам надо два момента. Первый момент это то, что этот ребенок ваш. И второй момент, что у ребенка есть инвалидность. Далее, второе основание у связи с вихованием дитини хворой на тяжкие перинатальні уражения нервової системы, тяжкие вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювания, онкологичні, онкогематологичні захворювания, дитячий церебральний параліч, тяжкие психічні розлади, цукровый диабет першого типу, інсулінозалежный, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, дитини, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги. Как это подтверждается? На все вот эти случаи есть одна единственная справка, которая, собственно говоря, вот такое длинное название имеет, что там довідка про наявність у дитини и вот эти все заболевания. Друзья, вы можете что сделать? Либо заскринить, либо же я, наверное, в свой телеграм-канал после этого видео выложу форму этой справки. И если у вас есть сомнения, что у вашего ребенка есть соответствующее заболевание, пусть ваша супруга обратится к врачу, у которого наблюдается ваш ребенок и покажет вот эту справку. Либо вот скриншот сделаете, название покажете и все. Этого будет достаточно, чтобы врач понял, какая нужна справка. И, соответственно, если у вашего ребенка есть один из тех диагнозов, о которых идет речь, то вам выдадут эту справку. Плюс к этой справке, естественно, нужно будет свидетельство о рождении. Идем дальше. Можно уволиться в том случае, даже если ваши родители, либо родители вашей жены, либо жена, либо ребенок ваш нуждается в уходе. При этом у него нет инвалидности. Она еще может быть не оформлена. Но есть вот это заключение ЛКК, что человек нуждается в уходе. И приложив к нему еще документ, подтверждающий ваши родственные связи, вы можете, соответственно, уволиться. Получить такой документ можно, соответственно, в ликорской консультативной комиссии, которая есть, в принципе, в каждой поликлинике. То есть можно обратиться в поликлинику и получить соответствующий документ. Идем дальше. Если есть инвалидность у ваших близких родственников, то работает уже вот этот пункт. У звязку с наявностью дружины человека из числа осіб с инвалидностью, то обо одного из своих батьків чи батьків дружины человека из числа осіб с инвалидностью первой чи другой группы. На что здесь нужно обратить внимание? Здесь мы говорим о самом факте существования инвалидности у одного из родственников, которые здесь указаны. Второе, на что нужно обратить внимание. Если у вас есть супруга, у которой установлена инвалидность третьей группы, то вы можете уволиться по этому основанию. Потому что очень часто путаются люди, вот видят, что здесь первая или вторая группа указана. Но это касается родителей, а не супруги. И третий момент, на который здесь нужно обратить внимание, это то, что вы можете уволиться, если у вашего тестя либо тещи есть вот инвалидность первой либо второй группы. Даже если у тестя либо тещи. Потому что многие об этом как-то забывают, либо не проинформированы. Какие документы нужны? Ну, естественно, если это ваши родители, то документ, подтверждающий, что это ваши родители, ваше свидетельство о рождении. Если жена, это свидетельство о браке. Если мы говорим о тесте-тещи, то, соответственно, это должно быть свидетельство о браке и свидетельство о рождении супруги, чтобы подтвердить, что это ваш тесть либо теща. Соответственно, инвалидность мы в этой ситуации можем подтвердить справкой как Тумсек. Что это за справка? Вы можете узнать у того человека, который имеет инвалидность. Вот ему скажете, что справка МСЭК он точно знает. У него она точно есть. Идем дальше. Следующее основание. Здесь уже мы говорим о том, что это может быть не обязательно ваш непосредственный родственник, но если у этого человека есть инвалидность и суд признал его недееспособным, то, соответственно, вы можете в связи с этим уволиться. Но здесь, конечно, было бы хорошо, чтобы еще по возможности вас признали опекуном в этой ситуации, чтобы максимально железобетонное сделать основание. Здесь, соответственно, какие документы нужны? Документы, подтверждающие инвалидность. Это справка МСЭК. И решение суда о недееспособности. Но будьте готовы к тому, что если вдруг это будет не ваш близкий родственник, то от вас будут требовать доказать еще, что никто не может из других родственников, его родственников, осуществлять этот уход. То есть, в принципе, если человек одинокий, то вы уже можете быть его опекуном. Нет, ну здесь не опекуном таким, да, но осуществлять за ним уход. Идем дальше. Узвеску с необходимостью здесь ныне постейного догляду за особую с инвалидностью первой группы. Какие отличия между предыдущим пунктом? Здесь не нужно решение суда. Здесь достаточно, чтобы у человека была инвалидность первой группы. И, конечно же, будут еще требовать подтверждения, что человек нуждается в постоянном уходе. В принципе, это будет указано в справке МСЭК, скорее всего, которую мы будем прилагать, чтобы подтвердить инвалидность первой группы. Ну и, соответственно, если вдруг этого нет, нужно будет в поликлинике получить заключение ЛКК о том, что этот человек нуждается в уходе. Далее. Узвеску с необходимостью здействия постейного догляду за особой с инвалидностью второй группы или за особой с инвалидностью медико-социально-экспертной комиссии или лекарской консультативной комиссии заклада охраны здоровья потребует постоянного догляда в случае отсутствия других людей, которые могут сделать такой догляд. Вот здесь вы видите, что в этом случае 100% будут от вас требовать соответствующей записи о том, что человек нуждается в уходе. Вот если в предыдущем пункте, вот здесь, да, могут и не потребовать, то есть достаточно, может быть, достаточно лишь того факта, что человек просто является инвалидом первой группы, то здесь, как мы видим, обязательно нужен высновок МСЭК или высновок ЛКК о том, что человек нуждается в уходе. Более того, нужно будет в этом случае подтвердить, что этот человек, он одинокий и некому больше осуществлять за ним уход. Как мы видим, здесь решение суда не нужно. Здесь нужно подтвердить инвалидность, справка МСЭК, подтвердить, что человек нуждается в уходе заключения ЛКК, либо запись в справке МСЭК. И третье, подтвердить, что человек, например, одиноким является. Да, ну как это можно подтвердить? Взять справку о составе семьи, так называемую, да, в которой будет указано, что человек проживает один и больше некому осуществлять за ним уход. Далее, військовослужбовцы-женки у связи с вагитностью. Здесь, я думаю, понятно, да, что справка от гинеколога о том, что вы беременны. Військовослужбовцы-женки, которые проживают в отпуске для догляда за дитиною до досягнення нею триричного века, а также, если дитина потребует домашнего догляда, тривалістью, визначенную в медическом выставке, но не больше, как до досягнення нею шестиричного века. Соответственно, здесь мы два документа прилагаем, это свидетельство о рождении и медичный висновок о том, что у вас есть дитина, яка потребует вот всего домашнего догляда более чем на три года. Следующее основание, якщо один із подружжя, обоє з яких проходять військову службу і мають дитину дітей віком до 18 років. То есть, если так сложилось, что вы оба военнослужащих являетесь і у вас є дети до 18 лет, либо один ребенок до 18 лет, то один із вас може уволитися. Соответственно, что нужно? Подтвердить наличие ребенка, то есть свидетельство о рождении і свидетельство о браке, да, що у вас є супруга, і, соответственно, справка о том, що ваша супруга тож проходит військову службу. Військовослужбовці, які саму стіну виховую дитину дітей віком до 18 років. Вот здесь ми говоримо о тех случаях, коли, например, второй супруг, супруга пропала без вести, умерла, либо же лишена родительских прав, либо есть решение суда, которым там мы подтверждаем, что человек не платит алименты, и все обеспечение ребенка лежит исключительно на вас, ну и, соответственно, только вы можете этого ребенка воспитывать. То есть здесь есть разные варианты, нужно разбираться в каждом конкретном случае. То ли это там решение суда мы прилагаем, то ли мы прилагаем свидетельство о смерти, либо какой-то другой документ. Далее. На утримании військовослужбовця перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Соответственно, здесь ми говоримо о чем? О том, що ви підтверджаєте це основання свидетельствами о рожденні. То есть є у вас три свидетельства о рожденні, в которых ви указанні отцом, все, железобетонно ви є вже, ну, імієте основання для увольнення. Також здесь можуть бути і інші случаи, наприклад, якщо двоє дітей у вас, третий ребенок – це ребенок супруги вашої, але якщо її отец не обеспечиває цього ребенка, і у нас є соответствуючіе підтвердження, ну, наприклад, він умер, ми прилагаємо свидетельство о смерти і тож можна уволитися. І ключевим моментом здесь є 18 років. Тот факт, що там ребенку сейчас 22 роки, але він продолжає обучення, вже не є основанням для увольнення. Вот такі основання для увольнення со служби в армії предусмотрены действуючим законом про ВО і ВС. Надеюсь, що данне видео було для вас полезним. Якщо це так, то поставте ему лайк, підпишіться на мой канал, і ви найдете ще массу полезних видео. Напомню, що з вами був Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачі, благополучня і, конечно же, мира. Пока-пока!